МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Евгений Иванов. И это Цена вопроса. Игра для тех, кто знает цену вещам и считает шоппинг приятным развлечением. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню правила игры. Я представляю товар, а вы определяете его стоимость и отправляете смс на номер 899-22-22-8833. Кто даст правильный ответ или наиболее близкий к правильному вариант, становится победителем и получает приз. А теперь увидим победителей прошлой программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий приз предоставил магазин «Цветы от склада». Парковый 36-3, остановка Пожарского. Кто лучше разбирается в растениях и цветах? Мужчины или женщины? Ответ, я думаю, очевиден. Но вот дарят цветы все-таки чаще мужчины. И когда перед мужчиной возникает необходимость выбрать букет, он с уверенностью может указать только на один цветок – розу. Некоторые эстеты знают, как выглядят лилия и хризантема. А вот что такое альстромерия? И выговорить-то с трудом получается. Может быть, поэтому мужчины предпочитают дарить своим дамам букет и роз? А вовсе не из-за отсутствия воображения. Чтобы действительно произвести впечатление на любимую девушку, стоит расширить свои познания в ботанике. Герберы любят многие, потому что они яркие и одним своим видом поднимают настроение. Они надолго сохраняют свежесть и будут радовать в течение многих дней. Хризантемы – любимые цветы японцев. Они ассоциируются с верностью и благополучием и станут идеальным подарком на юбилей супружеской пары. Орхидеи принято дарить исключительно женщинам. Их оценят в первую очередь утонченные натуры. Альстромерии, похожие на маленькие лилии, их можно выбирать в подарок активным, целеустремленным девушкам. При правильном уходе эти цветы простоят в Азии не менее двух недель. Гипсофилы используют обычно для оформления основных цветов в букете, но они хороши и сами по себе. Букетик из гипсофил получается воздушным и нежным. Очень подойдет для невесты. Пышными и романтичными получаются букеты из гортензий. Безусловно, фаворитом среди цветов являются розы. Роскошные бутоны на длинных полутораметровых стеблях впечатлят любую женщину. Особенно если дополнить букет плюшевым мишкой. Обычно мужчины просят флориста на последнем этапе собирания букета добавить этих веточек, там всяких зеленушек, и правильно делают. Во многих букетах листья зелени, триферн, бергас, русскус играют решающую роль. Хотя кроме флористов их названия мало кому известны. Кто назовет точную стоимость этой полутораметровой розы, тот получит в подарок композицию из герберов. Отправляйте смс, время пошло. Милый букетик, врученный на свидание, это одно дело. Для пышных торжеств требуются совсем другие масштабы. Чем больше цветов и зелени, тем более красивым и запоминающимся станет праздник. С помощью фитостен, живыми цветами, можно оформить любое помещение, офис торгового центра или банкетный зал. Позитивное настроение создадут надувные шары и даже целые фигуры из них. Многие со мной согласятся. В наше время успех вечеринки оценивается в количестве фото, сделанных на ней и выложенных в соцсетях. Поэтому стильное оформление никогда не помешает. Особенно впечатляют инсталляции в виде огромных цветов. Но как тут не сделать селфи для Инстаграма с такой красотой? Итак, время вышло. Стоимость этой полутораметровой розы 250 рублей. А мы благодарим за предоставленный приз. Магазин «Цветы от склада». Парковый 36-3. Остановка Пожарского. Следующий приз предоставил магазин посуды. Портал «Казан Мангал» на центральном рынке слева от мясного павильона. На свежем воздухе не только аппетит лучше, но и еда вкуснее. Запеченная на углях рыба, ароматный шашлык, плов по-восточному на Большом Казане. Прямо мечта. Поэтому о посуде для дачного отдыха и выездов на пикники стоит подумать заранее. Оптимальный вариант – посуда из чугуна. Она считается одной из самых прочных и экологически безопасных. Дачные условия порой не радуют особым комфортом. Но чугунный казан легко пройдет огонь, воду и медные трубы. Да, чугун медленно нагревается. Но он и остывает медленно. Поэтому приготовленная пища будет долго оставаться теплой. В чугунной посуде можно часами тушить мясо. Оно не пригорит. Поэтому даже самая неопытная хозяйка легко справится с готовкой. И при этом совсем не важно, на чем готовится блюдо – на плите, открытом огне или электрическом гриле. Самое приятное – чем чаще используется чугунная посуда, тем лучше эффект антипригарного покрытия. Ухаживать за ней тоже просто. Главное – держать в сухом месте, чтобы не образовалась ржавчина. На дачных посиделках почетное место занимает казан – идеальная посуда для восточного плова. У него круглое дно и толстые стенки. Он равномерно прогревается. Плов готовится долго, как и положено. И поэтому получается особенно ароматным и сочным. Открытого огня бояться не надо. Качественный чугун возьмет столько тепла, сколько необходимо. В чугунной кастрюле получаются отменные каши и супы, а в сковороде – идеальная картошка фри. Многие блюда в восточной кухне без применения казана и представить невозможно. А любители русской кухни знают, что самые вкусные и наваристые щи получаются в чугунке, который долго томился в русской печи. Достали его по-крестьянски, ухватом и сразу на стол. Фаворит дачного меню – это, конечно, шашлык. И тут не обойтись без мангала. Чугунный мангал отличается большой прочностью и хорошо держит тепло. Поэтому можно существенно сэкономить на топливе. Кто назовет общую стоимость у чуга с казаном объемом 8 литров, тот получит чугунную сковородку диаметром 24 сантиметра. Отправляйте смс, время пошло. Знаете ли вы, что такое учак? Для любителей готовить на открытом воздухе в казане – вещь совершенно незаменимая. Это своеобразная печь, в которую опускается казан. Учак ставится на ножки. Конструкция собирается быстро и легко. Получается устойчивой. Ее можно без проблем брать с собой в поездки за город. Остается только открыть дверцу, заложить дров или углей и развести огонь. Весь жар от топлива концентрируется внутри. Толстые стенки не деформируются и хорошо держат тепло. Казан нагревается равномерно и блюда получаются особенно вкусными. Таким способом можно приготовить что угодно. И узбекский плов, и шурпу, и лагман, и обычную русскую кашу. Итак, время вышло. Общая стоимость у чуга с казаном – 5000 рублей. А мы благодарим за предоставленный приз магазин посуды в портал «Казанмангал» на центральном рынке слева от мясного павильона. Субтитры создавал DimaTorzok